Друзья, если вы знаете кто-либо, кто пострадал от действий горпарковок, ну мы понимаем, да, привлеченных к ответственности, если вдруг такие люди вам известны, знакомы, прошу нас каким-либо, любым способом доступным уведомить в описании под видео, будет вся информация, как с нами можно связаться. Огромная просьба распространить этот видеосюжет максимально среди воронежцев, чтобы мы все-таки нашли тех пострадавших людей и смогли им помочь в их трудной, нелегкой ситуации и сделали трудности и проблемы администрации нашего города и горпарковок. Ну, в общем, дорогие друзья, поздравьте всех нас с этим замечательным событием. Всем привет, друзья! С вами Кейсай Атта. У нас очередной Mitsubishi Outlander 3 на полную шумоизоляцию, которую мы выполним ровно за один день, можем, в принципе, в вашей присутствии. На данном автомобиле, как я уже сказал, мы выполним полную шумоизоляцию, но нестандартного исполнения мы положим премиум шумопоглотитель-герметон на нижнюю часть салона, то есть на днище, а также на крышу. Где мы находимся, кто скажет? Мы находимся в суде центрального района. И что мы здесь делали? Мы победили. Что не побоялись пойти против администрации вкладных парковок? Шевцово ссылается на нарушение порядка привлечения к административной ответственности, указывая, что 21 января 2019 года до возбуждения дела об административном правонарушении административная комиссия стребила ее персональные данные по пособственной транспортной среде. Согласно пункту 5 ст. 17 Федерального закона 7 февраля 2011 года номер 3 ФЗ о полиции, информация, содержащаяся в банках данных, представляется государственным органам и их должностным лицам только в случае предусмотренного федерального закона. В соответствии с пунктом 53 правила государственной регистрации транспортных средств председательных и государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутреннего Российской Федерации, образцы банк, свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившим силу нормативных правовых актов и отдельных положений актов МВД России, утвержденной приказом МВД России 26 июня 2018 года номер 399, сведения о совершаемых регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах и владельцах транспортных средств, а также документы, копии документов, послужившие основанием для совершения регистрационных действий, на основании письменного запроса выдаются в том числе судам, органам прокуратуры, следствия, дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами, делами административным правонарушениям, судебным приставам, исполнительным в связи с осуществлением функций по исполнению судебных актов и актов других органов, а также налоговым, таможенным и другим органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Как следует из материала дела Шевцова, привлечена к административной ответственности в порядке, предусмотренной частью 3 статьи 28.6 КОПРФ с датой вносения постановления 4 февраля 2019 года. В деле об административном правонарушении имеется определение административной комиссии от 21 января 2019 года об истребовании доказательств. Из мотивировочной части определения следует, что в административной комиссии находится возбужденное производство в порядке, предусмотренное об административном правонарушении по факту размещения транспортного средства на платной парковке. Предоставлены данные автотранспортного средства. В связи с возбуждением дела о административном правонарушении, административной комиссии истребованы сведения с дугой бюджетной УМВД России в Воронежской области о владельце транспортного средства. С учетом рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КОАП РФ, момент возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с ч. 4 ст. 28.1 КОАП РФ является момент вынесения постановления по делу, т.е. 4 февраля 2019 года. Средни о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах и владельцах транспортных средств, предоставленные до момента возбуждения дела об административном судопроизводстве и с требованием на основании определения коллегиального органа до момента возбуждения дела об административном правонарушении, являются недопустимыми. При рассмотрении жалобы суд принимает во внимание положение части 4 статьи 1.5 Кодекса административных правонарушений о том, что неустраненные сомнения виновности лица, привлекаемых к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица и позицию, выраженную в определении Конституционного суда Российской Федерации, согласно которого распределение бремени доказывания, вытекающей из статьи 2.6.1 КУАПРФ, не отменяет действия в названной сфере иных положений, раскрывающих принцип призумности невиновности. На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что доказательства, имеющиеся в деле административного правонарушения и дополнительно предоставленные в ходе рассмотрения жалобы доказательства, не позволяют установить факт совершения правонарушения и вину Шевцовой в обменяемом административном правонарушении. В соответствии с подпунктом 3, часть 1, статьи 37 КУАПРФ, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вносится решение об отмене постановления и прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9.24.5 КУАПРФ. Производство по данному делу административного правонарушения подлежит прекращению на основании пункта 2, часть 1, статьи 24.5 КУАПРФ в связи с отсутствием действия Шевцовой состава административного правонарушения. На основании изложенного в руководстве статьей 30.6.38 КУАПРФ судья постановил жалобу Шевцовой Екатерины Александровны удовлетворить постановление административной комиссии Центрального района городского округа города Воронежа 4 февраля 2019 года номер 03.55.23.58.04.36.10.0.123 о привлечении Шевцовой Екатерины Александровны к административной ответственности по статье 33.2 КУАПРФ на Воронежской области от 31 декабря 2003 года номер 74 УЗ об административных правонарушениях на территории Воронежской области отменить. Производство по делу прекратить на основании пункта 2, часть 1, статьи 24.5 КУАПРФ в связи с отсутствием действия Шевцовой состава административного правонарушения. На решение может быть подана жалоба в Воронежский областной суд в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления. Копия постановления в адрес лиц, участвующих в деле судом будет направлена. Копия постановления завтра можно будет получить, сегодня уже время не позволяет изготовить копию. Жалоба подается как в Центральный суд, так и в Воронежский областной суд. Ваше право на этом судебном заседании является закрытым. Сегодня 3 апреля 2019 года, прошло судебное заседание и как вы думаете, мы молодцы, все мы победили, воронежцы. Но я ни к чему не призываю, но я бы не платил, потому что судья отменил данное постановление от должностных административной комиссии, правильно, да? Да, да, да. Значит, и сказал, что не вправе не истребовать были персональные данные у собственника транспортных средств. Это не призыв к неоплате за парковочное пространство, но я как не платил, так и платить не буду. Так вот, друзья, если вы знаете кто-либо, кто пострадал от действий горпарковок, ну мы понимаем, да, привлеченных к ответственности, если вдруг такие люди вам известны, знакомы, прошу нас каким-либо, любым способом доступным уведомить, в описании под видео будет вся информация, как с нами можно связаться. Огромная просьба распространить этот видеосюжет максимально среди воронежцев, чтобы мы все-таки нашли тех пострадавших людей и смогли им помочь в их трудной, нелегкой ситуации и сделали трудности и проблемы администрации нашего города и горпарковок. Ну, в общем, дорогие друзья, поздравьте всех нас с этим замечательным событием. Браво! Спасибо! Спасибо вам большое! Справедливость всегда торжествует. Да. Таких бы судей, да побольше. Ребят, ну скажите, что это хорошее. Мы крутые! Вот теперь можно в захлеб сказать, вообще, красавцы. Однозначно. Я думаю, что прежде чем выносить восстановление, нужно их научиться оформлять хотя бы процессуально. Хотя бы знать, не то что оформлять, знать хотя бы. А потом уже притупить к оформлению, к невозможности оформления, понять. Как вы считаете, может быть, стоит опубликовать некоторые диалоги, которые были здесь. Однозначно нужны очень каламбуры. На дорогах беспределы, нарушения правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Нарушный контроль. Да моклов меч, нож колокольный. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что к тебе спасет звание или положение? Вот ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Отпишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. И с той стороны у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на старше города. С громким выведем. Воронеж будет чистой. Это наша...